МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Баскетбол подбросил московные химки, вновь одолели молодежную команду ЦСКА и вышли в четверть финал Кубка России. Конный спорт. В Москве завершили соревнования на Кубок России по выездке. Ну а начинаем с очень приятной для отечественных любителей спорта новости. На женском турнире в столице Катара-Дохе полчаса назад завершился первый полуфинальный матч. В нем встречались россиянка Светлана Кузнецова и первая ракетка мира бельгийка Жуськин Эненарден. Наша соотечественница великолепно провела первую партию, победив не 6-2. Однако затем ее соперница заметно усилила игру и взяла следующий сет 6-4. Тем не менее, наша спортсменка не пала духом и сумела таки добыть путевку в финал. Счет решающий третьей партии 6-3 в пользу представительницы нашей страны. В главном матче турнира Кузнецова сыграет с победительницей противоборства Анастасией Мускиной и американки Дженнифер Каприати. Кубок России по футболу Респондент Алексей Шерихов. Поклонники «Спартака» очень тепло встретили наставника девятикратных чемпионов России Невио Скала. Что касается команды, то футболисты в это время усиленно готовились к воскресному дерби. А потому отдуваться за всех пришлось в основном президенту клуба Андрея Червиченко. Многих болельщиков интересовала кадровая политика «Спартака» и дальнейшая судьба дисквалифицированного Егора Титова. В рамках того регламента, который на сегодняшний день существует, мы еще до конца не изучили вопрос, может ли он играть за дубль или нет, поскольку матч дублеров все равно это официальное соревнование, проводящееся под эгидой РФС. Поэтому, скорее всего, навряд ли. По словам Червиченко, в команде появится еще три новичка. В частности, сейчас переговоры ведутся с одним известным футболистом из Аргентины. К радости поклонников «Красно-белых» «Спартака» в этом сезоне будет вести борьбу на международной арене, а именно в розыгрыше Кубка Интертота. Задача на сезон у «Спартака» занять в чемпионате место как можно выше. При этом главный тренер «Красно-белых» Невио Скала заметил, что его подопечные будут пробовать выиграть золотые медали уже в этом году. Ну а ближайший матч в ЦСКА Скала пообещал болельщикам выиграть. В воскресенье нас ожидает боевая и зрелищная игра. Я знаю, что моя команда давно не выигрывала у ЦСКА, поэтому приложим все усилия, чтобы победить. В этом сезоне свои домашние игры «Спартак» будет проводить на стадионе имени Стрельцова. При этом президент клуба Андрей Червиченко разрешил болельщикам посещать тренировки команды, но только с условием высокой организации. Алексей Шерихов, Игорь Ларин, Сергей Горбачев. Новости 7. Любители так называемых новостей с перчинкой продолжают с интересом следить за судебным процессом с участием игроков клуба английской премьер-лиги Лестер-Сити, обвиненных в сексуальных домогательствах. По этому делу проходят сразу 9 футболистов. Накануне все они были задержаны и допрошены испанской полицией. Напомним, три женщины, отдыхавшие в одном из отелей, расположенных поблизости с базы английского клуба, обвинили игроков в злостных сексуальных домогательствах. Сегодня на специально созванной пресс-конференции было объявлено, что три игрока, чьи противоправные действия признаны наиболее вызывающими, отправлены за решетку. Это Пол Диков, Фрэнк Синклер и Кейт Гиллесби. Остальные после допросов, которые продолжались почти всю ночь, были временно отпущены. Любопытно, что днем ранее все игроки Лестера упорно протестовали против обвинений в их адрес. По словам исполнительного директора Лестера-Сити Пола Мейса, руководство команды самым серьезным образом относится к этому инциденту и в ближайшее время проведет собственное расследование, которое, впрочем, не помешает испанской полиции. Лев Журба, Новости 7. В столичном дворце спорта «Динамо» прошел второй матч одной восьмой финала розыгрыша Кубка с Химками и молодежной командой ЦСКА. Несколько дней назад юные армейцы на своем паркете уступили химчанам с разницей в 10 очков. О том, как складывался ответный поединок, рассказывает Андрей Шклеровский. Выход в одну восьмую финалу молодежной команды.